Добрый день! Сегодня мы поговорим на уроке номер втором задании трансформации Перейдем к самому плану видео и посмотрим, что мы в этом видео будем делать Это обзор трансформации и обзор заданий Трансформации Трансформации это блоки преобразования данных На самом деле это основная их задача, это преобразовывать данные И они преобразуют те данные, когда есть поток от источника к стоку Источник это какая-то LTP-система, а сток это обычно ДВХ-хранилище, в котором мы вставляем данные для анализа Данные удобно представлять в виде таблицы, потому что многие операции, добавление столбцов, преобразование типов Очень хорошо вложатся в операцию на таблице SQL И в принципе очень хорошо такая абстракция будет работать, помогать вам А данные в трансформации обрабатываются порциями Мы не можем, даже если бы мы могли бы получить все миллиард строк, которые там ежесекундно, ежемоментно То, наверное, навряд ли мы их смогли обработать Поэтому, либо там у нас ресурсы закончатся оперативной памяти, либо диск закончится Но для этого данный ETL сервер забирает всегда пачками Собрал пачку, обработал, записал в сток И фактически так всегда и движется И в трансформациях несвязанные блоки То есть если блоки все связаны, то они выполняются, конечно, последовательно А если наблюдается несколько блоков, которые с друг с другом не связаны То эти блоки выполняются параллельно Это нужно помнить, потому что в джобах там такое, в принципе, не допускается Там, в принципе, все должно либо четко быть сказано Что это выполнение последовательное, а это выполнение параллельно То в трансформациях вот такая вольность считается нормой И даже она приветствуется Операция над потоками Так как мы поняли, что мы оперируем потоками Которые вроде как можно представить в виде таблиц И, собственно говоря, какие операции мы можем делать с потоками Это изменение самого потока, обрывание потока Добавление дополнительных полей, изменение метаданных потока Допустим, мы хотим там изменить вид Допустим, интеджер привести к стрингу Или стринг наоборот к интеджеру Вот это при этом происходит преобразование всех полей И изменяется поток метаданных То есть до этого было поле Интеджер, стало стринг Или наоборот стринг Потом интеджер Изменение метаданных потока То есть мы можем переименовать поля некоторые И так далее и тому подобное Разделение и объединение потоков информации То есть как происходит разделение Нужно понимать в каждый момент времени Вот можно иногда выделить такое агрегирование потоков Мы поток взяли Сделали из него выжимку И вставили, допустим, в СУБД Для того, чтобы дальше ей пользоваться Так как все равно через трансформацию пройдут все данные Поэтому мы агрегацию можем сделать В принципе на стороне Итель сервера А не тянуть базу данных Для того, чтобы там проделать те же самые операции Приоритизация потоков То есть мы должны понимать В какой момент времени Какой поток имеет больше приоритет И понимать, что Есть такое прерывание работы То есть если наша трансформация Мы понимаем, что вот есть В трансформации какие-то Ключевые особенности И если они нарушаются То мы должны прерывать трансформацию И по возможности передать ошибку наверх Что у нас не все хорошо произошло И вызвать шаг аборт Виды соединений Ну вот наверное Здесь некоторые можно Если кто изучал СИС То там есть завершающие соединения Которые работают при любом условии То есть собственно говоря Здесь я по аналогии такой Сделал, что вот есть у нас Завершающие соединения Они могут разделять потоки Или копировать потоки Собственно говоря В СИСе наверное Разделяющих потоков там нет Такой опции Но здесь есть На ней остановимся Рассмотрим И есть истинные соединения Когда мы переходим по этим Точнее данные переходят От одного степа к другое Когда условие для строчек Какое-то является истинным И соответственно для ложных Когда условие ложное Переходим в Pentacle Adagration И смотрим на трансформацию Которую я подготовил Что здесь важно Здесь важно Видеть что Вот это источники Это предобразование Это стоки И что Первый GenerateRows AdSequency Dummy DoNath И выполняется Параллельно Блоку Связанному блоку GenerateRows AdSequency Dummy DoNath Это наверное самое главное Что требуется здесь показать Давайте запустим И будем смотреть Что у нас происходит Вставка И обработка данных Каждым степам Еще есть такая подсветочка Который Шаг которой В текущий момент Говорится Подтормаживает Есть такая подсветочка В виде Пунтирный Пунтирный квадратик Сюда видно Что все у нас работает Все параллельно Это Трансформация Нас Полностью устраивает Теперь Какие у нас Неочевидные Наверное Выводы Можно сделать Это первое Что AdSequency Когда у нас Генерирует Шаг То Есть степы Которых не будет Там Видите Единичка Все Вроде Вроде Рядышком Но Не все Зато В другой В другом степе Мы увидим Что Единичка Выпала в этот степ То есть AdSequency Генерирует Уникальные В пределах Всей трансформации Эти два степа Генерирует Одинаковые Разные Уникальные данные В пределах Трансформации Теперь переходим Наверное В перегруженный Немножко слайд Или не слайд В перегруженную Трансформацию Где пытаемся Разобраться Что здесь происходит То есть Это добавление Полей в поток Как мы уже это видели Объединение потоков Это В Sys Union Операция В принципе Чуть менее удобная Но она объединяет потоки Без приоритизации То здесь Что закинулось В поток То Union Олд Сразу же отдает Фильтр Роуз То есть Нет Ожидания Когда потоки Все заполнятся Нет блокировки Никакой Дальше Фильтр Роуз Раскидывает Согласно Какого-то правила Посмотрим Давайте это правило Если на МТСТ1 Уходит В дамитру И И если Нейм не равно Тест1 У нас Данные идут По ложному соединению И попадает В ренейм Филдснейм Степ Степ Селект И здесь мы видим Что происходит Что происходит У нас Переименование Филднейм Мы его переименуем В Нейм Тест И здесь можно Преобразовать Другие Там Выставить Таймзону Поменять Энкодинг И так далее И тому подобное Собственно говоря Select Вставляем Покое И теперь Смотрим Есть Копирование По токам По степам Видите Есть Между Ренейм Филднейм И копии Такая вот Петрограммка Появилась Это означает Что данные Между копией И копией Два Идут Копируются То есть В копии Придет тот же Самый набор Что в копии Два А вот Между Копией Дист И копией Дист Два Идет разделение Потоков Так как Нет петрограммы Будет разделение Примерно Пополам Для Нечетного Количества И Пополам Для четного Количества В каждую строчку Он направляется Сначала в один шаг Потом в другой И так идет Разделение Потоков Собственно говоря Вот они все Вот это Завершающие соединения Еще раз повторю Это истинные соединения Это ложные соединения Это у нас Копирующие соединения То есть Копируются данные Это разделяющие соединения Которые разделяют потоки Собственно говоря Давайте запустим И просмотрим Как этот степ Сейчас работает Так Все у нас Выполнилось Давайте посмотрим На union Превью метаданные На union У нас пришло 198 строчек Видно Здесь у нас было 99 И здесь тоже было 99 То есть фактически Все данные Объединились в потоке По filter rows Так у нас Тест 1 и тест 2 А мы делили по тест 1 Тест 1 делили То здесь должно оказаться Будет 98 строчек А, 99 И в rename fields name Мы увидим Что у нас тоже 99 строк То есть поток Разделили пополам Теперь посмотреть Копии и копии 2 То посмотрим В копии 99 Строчек В копии 2 Тоже 99 Строчек И если посмотрим В копии Тест 50 строчек Здесь Здесь 49 Ну Что Когда набор Данных маленький Так просмотреть можно А если набор данных большой То нужно смотреть По степам Метрикс Что происходит То есть Видно что Такой поток То есть Выстраиваем логическую линию И смотрим Как Как данные шли По степам Наверное Степ Метрикс Наверное Это проще увидеть Для больших наборов Выстраиваете логику И смотрите Но да Как набор был маленький Поэтому я через Привию Роуз Все показал В первом случае Мы видим Что это У нас первый поток Просто Generate rows Получил Сгенерировал данные Отдал X-sequency X-sequency Генерирует Фактически Никаких блокировок нет То есть X-sequency Они не блокирующая операция Поэтому Задержек не будет И скорее всего Точнее Первый поток Финиширует первым Во втором потоке И в третьем потоке Мы видим Есть операция Sort rows Которая В одном случае Бывает блокирующая А в другом случае Не блокирующая Блокирующая операция Сортировка Она всегда По умолчанию То есть мы Фактически Ничего не знаем О нашем последовательности Говорим А сортируйка Нам по ID То есть В результате Мы получаем Без предположений Что этот степ Пока не получит Полный набор данных Данные не пройдут дальше Поэтому Можно сказать Что сортировка Это у нас В некоторое время Может выступать Как блокирующим Так и не блокирующим Давайте посмотрим Что мы можем Предположить Если Сделать шаг Не блокирующий Для этого мы говорим Что ID Это у нас Монотонно Возрастающая Последовательность Поэтому Все мы степы Будем получать Данные Уже предсортированные И поэтому Можем сказать Что у нас Данные Уже изначально Предсортированные Можем Пресортировать На Получается На Субэдэ Где-нибудь Ну а В данном случае Мы уже знаем Какое предположение О том Что этот секвенси Генерирует Монотонно Возрастающую Последовательность И Собственно говоря В четвертом потоке Мы видим Что есть у нас Блокинг степ Блокинг степ Не пропустит Данные До тех пор Пока GenerateRows4 Не отгенерирует Данные И давайте Посмотрим Какие Из трансформаций Придут первыми Логично Предположить Что Первая Придет Это первый поток Вторым Второй поток Третьим Третий поток И четвертым Четвертый поток Первый поток Потому что Меньше всего степов Пройти от Истока к стоку Ну как бы Видим что Два Уже Завершили А вот Блокирующий И блокинг Два блокирующих Еще не завершили То есть И теперь мы понимаем Что В случае В Наличии Степов Которые Могут блокировать Или не блокировать Можем понимать Ким образом Затюнить трансформацию Чтобы она выполнялась Быстрее Также у нас есть Кратные шаги Которые Смысл которых Увеличить Увеличить Уполнение Нашей последовательности Давайте Выполним Выполним Степы Посмотрим Что он Возвращает И Смотрим То есть Из метрик Мы сразу Видим Что Тормозит Второй степ Который JavaScript Value Модифицирует Там какие-то Данные Ну и он Собственно говоря Подтормаживает Наши выполнения И в этом случае Самый простой вопрос 18 секунд Что-то много И самый простой вопрос Самый простой действий Который мы можем сделать Мы можем распараллелить На 3 На 3 потока Ну или 4 Или 5 Все зависит от количества Процессоров Доступных в вашей системе Теперь давайте Сделаем 3 И запустим Ту же Самую трансформацию Нажав кнопочку Yes И посмотрим Насколько упадет время То есть Мы количество Увеличили кратно На 3 Но прирост Конечно не будет В 3 раза Но Все-таки будет существенно Стало 8,1 секунда То есть Мы увидим Что Снижение Времени Выполнения Трансформации Произошло И произошло Причем значительно Ну собственно говоря Теперь Можно приступать К рассмотрению Джобов Задание Что такое задание Задание Это более крупный Со стороны пользователя Логический элемент Работы с информацией Который может С себя включать Как трансформации Так и задания Задания могут быть вложенными Трансформации Тоже могут быть вложенными Задания могут Вкладываться Там Количество заданий В вложение У нас Ничем не ограничено Особенности задания Задания выполняются Последовательно Если мы не сказали Что Задания можно выполнять Параллельно На основании задания Можно делать циклы То есть Главное задание Запускает Циклическое выполнение Других заданий Степов Трансформации И чего-либо другого Задания Могут обмениться Информацией Через переменные И сохранять потоки Информации Между трансформациями Виды соединений Ну здесь Фактически Все то же самое Завершающие Истинно ложные Истинные Соединения И есть такой Там Момент Как параллельные Соединения Переходим В pentaho Data integration Смотрим В pentaho Data integration Все начинается Старт Это у нас Завершающее Соединение Сразу же После старта Идет Завершающее Соединение И если посмотрим Number of step То он тоже От number 100 До dummy 3 Идет тоже Завершающее Соединение Есть у нас Истинные Соединения Если JavaScript Вот этот Step JavaScript Вернет Значение True То после него Выполнится JavaScript 4 И параллельно Запустится JavaScript 2 И JavaScript 3 Дальше Они Где-то Стартуют После них Dummy Причем Он не ждет Шаг JavaScript 3 И уже И начинает Запускать Трансформацию Number of step И дальше Фактически Идет Выполнение Если Наш JavaScript Возвращает Ложное Соединение Вот Видим Ложный Переход Такой Крестик И после этого Стартует Шаг Dummy 2 И выполняет Шаг Abort Job Давайте Собственно Горя Посмотрим Как это Происходит Видим Что JavaScript Вернул False И пошло По ложным Соединениям Давайте Вернет Просто у нас True И посмотрим Как у нас Происходит Выполнение Yes Видим Что у нас JavaScript 3 Выполнился И уже Dummy И уже Numbers Number of step Выполняется А вот Сейчас Будет Заканчиваться JavaScript 2 Собственно Горя Видим Что Не ждет Никакой Шаг Окончание JavaScript 2 Давайте Посмотрим Job Execution И попытаемся Определить Почему У нас В таком Порядке Будет Выполняться Последовательность Шагов То есть Pentacle Data Gration При Приоритет При операциях При последовательных Операциях Будет Приоритетная Операция Которая Была Ранее Добавлена Допустим 3 Была Видите Раньше Добавлена Чем 5 Но 4 Была Добавлена Позже Чем 5 Но При выборе Следующей операции Которая Будет Выполняться После 3 Оно Не Вернется В 2 И Запустит 5 А Выполнит 4 А потом Когда Всю Эту цепочку Выполнить Вернется Вернется На Ребро 2 5 Давайте Это Посмотрим И В принципе Увидим Что Здесь Реализован Поиск Глубину Начался Выполняться Первый Шаг Сейчас Будет Второй Шаг Следующий Будет Как вы догадались Третий Шаг И Вот Теперь Все Интересно Четвертый Или Пятый Шаг Будет Быстрее То есть Раньше Должен Уполняться Мы Видим Что Как я Уже Сказал Что Это Будет Поиск Глубину Сначала Выполнится 4 Success И Теперь Мы Ждем Окончания Пятого Шага Ну Собственно Все Что Хотел Рассказать Про Джобы Вступительным Словом Успел Рассказать Мне Осталось Поблагодарить Вас За Внимание До Нового Встречи Заходите На Сайт На Ютуб Канал Ставьте Комментарии Буду Очень Рад